здравствуйте друзья я сегодня счастливая такая потому что я получила посылку хочется продолжить посылку не простую а золотую но в общем я не об этом сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом как я поступаю с растениями когда их только получаю и распаковываю это важно потому что я сама отправляю посылки и я их получаю и у моих получателей моих заказчиков часто возникает именно этот вопрос а что делать с растением когда мы его только вытащили распаковали из посылки из темноты что с ним делать поливать чем-то обрабатывать ну в общем и так вот я немножко поближе вам покажу свои растения в каком состоянии они пришли это сейчас не оценка состояние плохо или хорошо это для того чтобы вы понимали как могут выглядеть растения вот в данном случае растения засыпаны грунтом но смею вас заверить что это не вообще не опасно и не ну как-то и не страшно для растений вот здесь вот есть такие пятна на листьях вот вот такие растения листья подмятые вот здесь вот желтые листья вот здесь вот все тоже в грунте есть экземпляры вот такие подвявшие и с цветочками вот это бигонишечка она с цветами и подвяла потому что она сухая вот она сухая плюс грунтом подвысыпался ну теперь вы видите да какое состояние у растений а да вот еще есть тоже вот подвявшие растения они суховатенькие плюс они у меня уже постояли наверное пару часов просто так пока я приготовилась писать вам ролик в общем это для того чтобы вы имели представление ну и теперь по существу вопроса прежде всего когда мы получаем растения весенний ли период либо в осенний и у нас за бортом так сказать за бортом на улице достаточно прохладная погода и растения особенно если они были в утеплении то достаем растения выставляем их обязательно на свет и даем им несколько часов просто подышать как бы ну это одно и второе чтобы температура листьев температура растения грунта в котором они посажены сравнялась с температурой окружающего воздуха помещения вот просто еще пока без полива и уж тем более без того чтобы вот вытаскивать их там вот разглядывать корневую систему вот пожалуйста не делайте эту ошибку потому что растения они во время пересылки испытывают довольно серьезные стрессы во первых это фото стресс когда растение находится в закрытом состоянии и она не видит светом растительные организмы все это фото синтезирующие организмы прежде всего и не забываем об этом что им для жизни необходим свет какое-то время они могут жить без света но всего лишь жить за счет внутреннего ресурса потому что нередко когда мы достаем из посылки упакованное растение и вот как здесь очень видно да вот беленький этиолированный называется этиолированный отбеленный листик то есть значит это ипомейка росла росла в посылке представляете она росла за счет внутреннего резерва клетки уже запусть запущен процесс деления клеток следующий идет клеточка поделилась она должна увеличиваться в размере растяжение должно быть этой клетки рост все механизмы запущены тут хлоп и свет выключили ну в общем чуть делать ну за счет себя своего ресурса но это такое одно до второе посылки идут либо в жаркие периоды либо в холодные может быть из одного климата в другой переезжают когда и они испытывают еще и температурный стресс потому что разная температура я например эту посылку открыла и у нас уже стабильно минусы за за бортом на улице а внутри помещения у меня тепло поэтому все растения были холодные прям вот на ощупь холодные и это тоже стресс температурный стресс ну и кроме того когда растение упаковываются но неизбежно неизбежно они мнутся но не бывает чтобы вот как поставил так и вытащил растение как-то укладываются поэтому у них листья немножко сминаются и если у нас посылка едет вот так вверх ногами или как-то лежа растение там расположены то неизбежно они начинают изгибаться вот макушечка она как бы подобно значит растение как-то вот так ехала в силу того что все растения стремятся расти вверх макушкой и корнями вниз вот это вот такая ориентация поэтому они так изгибаются и это нормальное явление это физиологично поэтому мы их достаем они все мятые некрасивые и некоторые заказчики падают в уборок она все такое помятая ой 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 выживет ли не выживет и начинается паника никаких паник не нужно все это в сторону сразу умерьте свои ожидания понимаете четко что есть культуры которые практически не теряют цвет за время пересылки сейчас покажу у меня тут такая красотка вот например смотрите бальзамины вот ну совсем не потеряли они цвет за время пересылки если бы здесь была сейчас пиларгония ехала эта посылка где-то 7 дней 7 дней точно плюс день упаковки 8 дней были они в темноте если бы здесь была зона зональная пиларгония она бы была вся желтая ну там может быть ну два листика на макушке нижние листья стопудово были бы желтые но это не значит что растение погибнет ничего это не значит ну например и помея вот она тоже желтая хотя она зеленолистная имеет желтые листики но это не значит что она вот все уже в восстановлению не подлежит или это какой-то плохой качественный материал нет поэтому выставляем прежде всего на свет и даем сравняться температуре растения клеток растения с температурой окружающей среды дальше следующее мы оцениваем влажность оцениваем влажность вот грунта корневой системы либо мы поливаем по чуть-чуть либо бывает так что ну влажновато вот в данном случае вот этот вот стаканчик влажноватый а вот эти два еще терпимо ну здесь вот нужно полить вот сюда а сюда не нужно поливать поэтому есть два варианта либо влажно либо сухо для тех кто влажненький нужно наоборот проветривание бывает что от переувлажнения там может развиваться какие-то плесени плесени как раз те самые товарищи которые любят где сыренько и где тепленько было попадала посылка в теплый климат поэтому проветриваем бросаться ли обрабатывать сразу фунгицидами я не советую а вот почему я сейчас объясню поскольку растения находятся в стрессе дополнительные фунгицид это тоже стресс ведь не только на клетки патогенов влияет фунгицид ведь на клетки и растения он тоже влияет а у нас сейчас защитные функции растения практически стремятся к нулю потому что не было фотосинтеза и не были синтезированы необходимые пластические вещества которые отвечают за крепость тканей за толщину клеточной стенки за сахаристость скажем так клеточного сока за его наполненность пластическими веществами плюс в белых этиолированных побегах не все органоиды еще даже сформированы то есть фактически мы видим очень нежные растения и если мы сейчас шарах ним конкретно фунгицидом по ним то мы можем обжечь сами растения но что делать то очень просто ну оставьте пока на несколько часов хотя бы эту посылочку свою свободный воздух и кислород воздуха температура и низкая влажность воздуха сделают свое дело часть патогенных микроорганизмов которые были в условиях замкнутого пространства посылки вдруг подняли голову они просто отступят просто отступят по естественным причинам ну например если вы получили ну серьезно такие поврежденные серой гнилью растения то им бывает достаточно просто подсохнуть и серая гниль отступает поскольку для ее развития необходимы именно влажные и холодные условия и застой воздуха там где не проветривается а в данном случае вы уже все проветриваете подсушиваете следующим этапом опрыскивание или не опрыскивание всякими помогалками до всякими стимуляторами гармончиками там вкусняшками там и прочим вот таким ну как бы что считают многие поможет стрессу растений понимаете в чем тут фишка все вот эти вот пины и пин например да они работают по растению до того как растение вступит стресс то есть логично предположить что и пинчиком нужно спрыскивать до того как мы упаковываем растение чтобы растение проще перенесло стрессы а вот когда после то у растения во время стресса нарушенные связи и она немножко не по-другому работала физиология биохимия процессов немножко было по-другому именно в стадии стресса а там чуть чуть по-другому образовывались пластические вещества как раз вот вот этот этиолированный побег вот листочек он как раз об этом и говорит что здесь не все так гладко было из-за недостатка света побег рос лист развивался клетки росли делились росли но не было сформировано необходимых пластит отвечающих за окраску то есть немножко все шло по-другому и теперь вот эти и пины и прочее подобные вещества они ну не спасают положение знаете они чего делают не вас успокаивают потому что вы считаете что я все сделал все вы сняли ответственность себя вы побрызгали ручки сложили и все вот все дорогой живешь живешь не живешь значит все но я не виноват я брызгал да на самом же деле ваши правильные действия это когда вы не будете вытряхивать растение даже в случае если она где бы мне показать вот если она вот такое вот полу вытряхнутая уже полу выпавшие здесь осыпался очень сильно субстрат с него не будете вы его еще больше растрясывать и разглядывать корни потому что у меня например были случаи когда человек получил посылку посмотрел белых корешков нет на стенке стаканчика все развернула вытряхнула все сфотографировала и мне отправила и я говорю боже мой вот теперь точно ваше растение имеет ну самые маленькие шансы на восстановление и на то что она начнет дальше жить потому что вы то что было нарушено вы ему еще больше обрушили оборвали все возможности вот так мы не делаем даже если она слишком вытряхнуто аккуратненько постарайтесь его заправить и оставить в покое называется это все очень просто оставляйте растения на адаптацию на период от одних суток до нескольких суток во первых вы снимаете вот эти все стрессы которые были получены в посылке во вторых вы даете возможность развернуться сделать механическое движение листиком то есть вот они сейчас помяты вот эти побеги они вот сейчас вот так лежат за время просто к свету они развернуться к свету это значит что в растении уже началось какое-то активное движение ну нет чисто механическое а биохимическое движение то есть в клетке начинают работать начинают хлоропласты работать вырабатывать классические вещества сахара и давать питание всем органам и частям растения в это время же как раз и начинают обрастать вот те самые беленькие корешки которых все ждут и прям вот конкретно из посылки достал сразу белые должны быть но они не будут там белые потому что из-за пересылки за фото стресса не синтезируется гормон корнеобразования ауксин и он не поступает в корневую систему как сигнал для ее роста вот почему нет белых корней следующий момент оставляете на несколько дней и уже наблюдаете здесь период называется ну как бы адаптации плюс еще карантинный период потому что вы внимательно смотрите за вредителями которые могут к вам приехать ой но если вредители есть в природе то почему их не может быть посылки ну это ж не значит что вам собирая посылку отправитель специально пошел наловил немножко быстренько вам их туда завернул в пакетик подарочком положил ну это же абсурдно так думать потому что отправитель может обработать по графику обработок да но не остаются где-то яйца до или это была первая обработка нужно провести еще две или это была вторая обработка или возможно возможно отправить или бывает сам не знал что там такое есть знаете здесь вот так некоторые знаете прям чуть не в обморок падает вот награде или меня вот подарили мне вот и все такое но относитесь к этому ну как данности что ли я не знаю как это звучит но это на самом деле так если природой придуманы вот эти насекомые которые питаются у которых пищевой цепи есть вот эти растения ну значит они могут быть могут они быть поэтому в нашем арсенале всегда должны быть какие-то химические средства борьбы ну либо вы можете конечно же связаться с отправителем и сказать вот так вот так я обнаружила чё там у тебя там правда есть но и спросить какую обработку обра чем обрабатывали как сколько раз то есть что мне дальше делать но это нормально я например всегда со своими заказчиками по этому поводу списываюсь люди написали вопрос задали и мы вот обыкновенно переговорили я посоветовала что делать как быть и все дальше только предупреждаю обязательно держите на контроле получая растения держите их на контроле наблюдайте что там у вас может быть и ну возьмите лупу в таком случае до внимательно все проследите и спрашивайте о всяких пятнышках это нормально отправителя спросить спросить о пятнышках это все правильно потому что ну мало ли может вы просто не знаете там о существовании такого вредителя пятна такие подозрительные спросите адекватный отправитель всегда вам в этом поможет и расскажет ну дальше когда пересаживаем пересаживаем мы тогда когда растение вот уже действительно расправила листочки поправила головочки свои подняла свои вот эти побеги все вертикально когда у нас уже может быть листик какой-то начал вновь новенький образовываться это недолго вы не думаете что нужно прям чуть не месяц держать вот в этой таре потому что действительно тара очень маленькая просто дайте возможность растению справиться с фото стрессом это самое важное условие для хорошей адаптации растений к вашим условиям и только вот после этого спокойно пересаживать вот тогда вы белые корешки увидите вот тогда вы отследите что такое фаза активного роста то есть видно что растение уже начало или продолжила правильнее сказать свой рост после того как к вам приехала по поводу кормить потому что у некоторых тоже возникает такая прям острая потребность они же голодные это же как за дитями да ой они же голодные прибежали с песочницы а там то они вот вообще прям проголодать над срочно чем-то их подкормить не надо потому что если вы сейчас на такие растения добавите удобрение а удобрение это соли вы тем самым это то же самое что и фунгициды это все пестициды и удобрение и фунгициды это все пестициды это химические вещества которые взаимодействуют не только с вредителями и с болезнями но они еще взаимодействуют непосредственно с растением удобрение на растение воздействует поэтому на это самое нежное растение вы бухните удобрение и она может просто отравиться химический ожог корневой системы это вполне себе может быть когда руки чешутся они же голодные когда только после того как вы пересадите в новый грунт свой грунт пересадите в положенные там или например подходящий объем стаканчика или горшочка под ваши растения и вот только после того как вы заметите что из дырочек этого горшочка корешочки показались или вы аккуратненько вынимая из горшка видите что уже корневая система хорошо оплетает предложенный комочек грунта и только тогда после этого вы можете сделать подкормку до того момента подкормки делать не рекомендуется но это бы и не нужно потому что растение просто не готово усваивать их потому что до этого момента в грунте всегда есть свежем грунте всегда есть какое-то питание и вы поливая делаете доступным это питание потому что вы добавляете воду вода растворяет находящиеся в грунте минеральные соли которые для растения вычленили процессе минерализации органики микроорганизмы этого грунта водичка их растворила и растение их аккуратненько поглотила при помощи корневого всасывания вот и все если вам прям остро необходимо вы вот только посадили сразу даже добавить туда что-то чтобы буйно росло нет буйно расти растение начнет только при соблюдении всех необходимых условий не самое главное питание а важно все условия должны быть оптимуме бочку либиха вспоминаем когда у нас в бочке дырочки в разных местах и сколько мы воды не наливали если внизу дырка туда вверху она не наполнится поэтому если мы будем лить удобрение стараясь накормить растение чтобы оно быстрее росло но у нас фактор ограничивающий лимитирующий фактор находится внизу дырочка света у нас не хватает или температура не то то растение расти не будет сколько бы ты его не поливал азотом или фосфором или еще чем-то поэтому растяну будет с такой скоростью на которую все факторы сошлись то есть при низкой температуре растения будут расти сдержанно даже если обилие света и обилие воды потому что температура пограничит если же температура высокая питание в грунте достаточно света много но воды мало тогда растение тоже расти будет не так быстро будет медленно ограничивающий фактор вода просто не хватает влаги ну надеюсь вы уже немножко понимаете вот эту всю взаимосвязь когда мы получаем растение и не нужно ожидать от них вот что-то такого сверхъестественного прям супер вау какого состояния из любого состояния какое бы оно ни было в посылочке можно растение вывести ну или по крайней мере попытаться это сделать но если мы будем очень сильно вмешиваться в этот процесс адаптации то мы тоже хорошего результата не получим самое важное правило получателя растений это не впадать в панику знать четко выставляем на свет даем отдохнуть условно говоря несколько часов выравниваем температуру растения и окружающей среды затем отслеживаем влажность корневой системы поливаем или подсушиваем и оставляем еще на несколько дней на карантин наблюдаем за живностью какая может приехать не впадаем в панику ни в коем случае при обнаружении оной берем какой-то препарат который должен у нас быть всегда в запасе и опрыскиваем сразу же не опрыскиваем растения не от фунги нет болезни не от вредителей потому что этим самым мы можем нанести ожог растению то есть на него воздействует они находятся у нас в стрессе и все через несколько дней мы уже делаем выводы потому что бывает так что растение совершенно не подавало признаков жизни было безнадежным но при соблюдении вот этих вот необходимых условий действий наших правильных растение оживает и из маленькой маленькой почечки которую мы даже первоначально то и не заметили оттуда появляется росточек и растение очень хорошо восстанавливается и все получается очень даже и удачно хотя на первый взгляд может показаться ужас ужас ужасный все пришло гнилое в хлам и только выбросить и зря потратила деньги а нет растения по большей частью выживают и восстанавливаются если же повторюсь мы их самостоятельно своими руками не губим своими неправильными действиями ну что ж друзья я думаю что кто любит совершать вот эти действия неправильные наверное кто-то и узнал себя что же он делал на самом деле не так да и почему бывают неудачи и почему такое ну расстройство бывает когда получаешь растения и они не так выглядят как ты ожидал поэтому здесь надо подумать здесь надо сделать для себя выводы и переоценить свои ожидания переоценить свои действия я надеюсь что вам было полезно я надеюсь что не разочаровала в ваших ожиданиях и вы получили ответы на свои вопросы ну видео посыл в этом видео был не о том какие у меня хорошие или какие у меня плохие растения пришли посылки посыл мой о том что не торопитесь делать выводы и не торопитесь хаять и очернять там или как-то наоборот сильно очень хвалить отправителя не торопитесь прежде всего при получении посылки думайте не о своих эмоциях и чувствах и что вы вот сейчас испытываете разочарование там или что-то вы думаете о том как помочь вашим растениям правильными действиями и наблюдайте наблюдайте как они на это все реагируют они действительно живые существа но немножко живут по своим законам да и нужно эти законы учитывать и ну хотелось сказать почитать учитывать просто для того чтобы растения нас в будущем порадовали своим буйным цветением хорошим ростом активностью и хорошо размножались нам ну и по итогу возможно и доход приносили если было полезно делитесь обязательно делитесь подписывайтесь в соцсетях смотрите мои короткие истории и моменты а также можете подписаться на бусти это эксклюзивный авторский контент расположенный на специальном платном сервисе для моих бусиков всегда информации чуть-чуть побольше и пополнее чем для вообще широкой аудитории ну это не значит что я ухожу с ютуба и вы меня больше не найдете только на платном нет конечно же ни в коем случае бусти еще может служить просто для выражения ваших спасибо автору за полезные советы всего вам доброго до свидания